День открытия дачи музея Владимира Маяковского В Пушкинском районе прошло заседание с участием председателя ЦИК Московской области Совет директоров Пушкинского муниципального района Обсудил вопрос благоустройства беженцев из Украины Ансамбль «Радость» представит Пушкинский район в номинации «Связь времен» Лето, солнце, пляж Самое время отправиться на поиски приключений по воде вместе с яхт-клубом «Навигатор» Дача Владимира Маяковского наконец восстановлена Это произошло прямо ко дню рождения поэта 19 июля День открытия дачи музея знаменовали Маяковским фестивалем Что представит собой еще одну новую традицию в городе Подробнее в репортаже Алексея Суходольского 19 июля ко дню рождения Владимира Маяковского Впервые отмечался такой праздник, как Маяковский фестиваль Событие проходило по адресу город Пушкина, Агулова гора, дом 7 Что теперь более знакомо среди местных жителей, как дача музея Маяковского Еще в прошлом году стройка была заморожена и ходили разговоры о том, что памятник так и останется невосстановленным Но сегодня дом дачи Маяковского открыт и принимает гостей Вообще это здорово, очень радостно, что у нас не то что в Пушкина, а именно на нашей западной стороне появилась такая маленькая чужая культура Потому что здесь всю свою сознательную жизнь, насколько я помню, здесь был просто спуск с такой, да, какая-то гора травяная В лучшем случае сюда приходили песни попеть и попить чаю иногда не только А теперь вот так вот Само мероприятие концептуально сделано Да, очень здорово, все выдержано в том духе Вон уже где-то хулиганы с пионерами дрались Атмосфера того времени Кому-то оказалась свободной, а кому-то отдавала ностальгии по юности, времени пионеров и партий Плакаты, песни, все было сделано так, что оставив калитку за плечами, ты попадал в другой мир За что отдельное спасибо организаторам Одним из таких организаторов данного мероприятия является отец Андрей Настоятель храма великомучника и целителя бантолимонов Пушкина Грузинским языком любил говорить по-грузински и вообще любил свою малую родину Багдати Которая отсюда, вот от этого места, мы там на столбе изобразили, 1907 километров Праздник начался в полдень, а закончился поздним вечером Но что осталось незабываемым, так это песни гостей из Грузии Специально приехавших на мероприятие, чтобы вспомнить о хорошем человеке Который сам отлично разговаривал на грузинском и любил этот язык не меньше русского Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Здесь в Ходольске специально для телеканала «Твой». Не только в Пушкино, на всей земле большой, многолюдный. Набирает обороты выборная кампания 2014 года. В Пушкинском районе телеканал «Твой» успешно прошел регистрацию в избирательной комиссии и является официальным СМИ для кандидатов всех уровней. Распределение эфирного времени проходит по мере поступления заявок. Поэтому просим вас не затягивать с их подачей. Мы открыты для всех и поддержим любые инициативы кандидатов в рамках закона о выборах. В Пушкинском районе прошло заседание с участием председателя ЦИК Московской области. Был рассмотрен ряд процедурных вопросов и возможности изменения в правилах проведения работы комиссии. Все ближе единый день голосования – 14 сентября. С проверкой готовности региональных комиссий в Пушкинский район прибыла делегация областной избирательной комиссии во главе с ее председателем, который удостоил добрыми словами местный ЦИК. Хотел бы отметить, что это одна из лучших комиссий в Московской области, одна из самых грамотных. И тем не менее, время сейчас такое, стремительно меняется избирательное законодательство. И мы как бы с вами должны быть постоянно ввести тенденции современных, которые нам предлагает ЦИК. Коренные изменения в работе избирательных комиссий произошли в самом подходе к кандидатам. Если раньше они были только контролирующим органом, то сейчас приветствуется сотрудничество и помощь партиям в оформлении документов кандидатов. И даже был приведен конкретный пример, когда Центральная комиссия поправила действия региональной. На этом основании ЦИК объявила решение об оказании заявления списка кандидатов к кандидатам к кандидатам к кандидатам. И обязала заявить этот список, и более того, обязала комиссию помочь к кандидатам к кандидатам к кандидатам к кандидатам. Представляете, на каком сейчас мы с вами в историческом моменте находимся, на переходе в работе избирательных комиссий. За время заседания был рассмотрен ряд процедурных вопросов. На расширенном заседании Совета директоров Пушкинского муниципального района основным вопросом стало рассмотрение мероприятий по приему и устройству беженцев из Украины. Сколько их у нас и как они размещены, доложил исполняющий обязанности руководитель администрации города Пушкина Дмитрий Пустовой. Расширенное заседание Совета директоров Пушкинского муниципального района довольно непривычное собрание для несведущего жителя. Проще говоря, все директора значительных предприятий района собираются с органами власти и обсуждают насущные проблемы. У Совета директоров есть свой председатель Петр Александрович Левин. Он и открыл заседание. Присутствует 130 человек у нас. Есть предложение открыть, повестка у всех роздана. Нет других предложений, голосовать не будем. У нас сегодня внеочередное связано с грустными событиями, которые происходят в Украине и в результате огромное количество беженцев есть в России. Но поскольку все равно жизнь идет, Маргарита Семеновна сейчас откроет и немножко расскажет нам о ситуации в районе, для того, чтобы вы знали. А потом перейдем уже к вопросам, которые связаны с оказанием помощи. Маргарита Семеновна разделила свое выступление на две части – о хорошем и плохом. Из хороших вестей – повышение заработной платы в различных отраслях до 18%. Около 37 тысяч рублей в среднем. Что работает сегодня? Значит, хорошая функция показала нам фирма «Мартадель». Кстати, у них увеличивается и число разработчиков, что не так часто в последнее время. И на 17,80% увеличивает заработная плата. Рост агрокомплекс нашей Сергея на 32% увеличила биопродукции. Из плохого – целый ряд претензий от населения. Это беспокоит состояние дорог, благоустройство улиц и дворовых территорий, качество работы управляющей компанией в сфере ЖКХ. И одна из социальных проблем – это организм наркомании. Было около 28 параметров. Вот мы выбрали те, которые там… Во-первых, 43 тысячи было человек окрошенных в целом по Московской области, респондентов так называемых. Значит, брали статистические данные. Это то, что у нас сегодня, эта сфера ЖКХ требует особого-особого внимания. Далее перешли к основной теме – проблемы размещения и трудоустройства беженцев из Украины. В Пушкинском муниципальном районе определены два места для размещения данной категории граждан, в которых в настоящий момент проживает 62 человека. Из них 26 взрослых и 36 несовершеннолетних детей. Первый – это лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий Правды», расположенное в поселке Правдинский Пушкинского района. С 1 июня туда поступило 25 человек, из них 18 детей. Регулярные посещения беженцев проходят под руководством Дмитрия Пустового. В субботу мы все еще заездили вместе смотрели. Действительно, по поводу питания вопросов нет, владельцы все забиты. Более такие серьезные вопросы нам задавали – это в первую очередь оформление статуса беженца, потому что большинство этих граждан, вернее, большинство этих людей, хотя стать гражданами России в конечном итоге, федеральная революционная служба уже дважды приезжала в Клязьму гостиницу, проводили беседы с беженцами. Второй проблемой является трудоустройство и не только наличие рабочих мест, а оформление согласно ГЗОТу, который в России никто не отменял. Еженедельное проживание беженцев обходится примерно в 130-140 тысяч рублей. В гостинице нам выставляют счета, естественно, со всеми скидками. Я хочу сказать большое спасибо руководителям частной гостиницы, которые максимальные скидки нам делают. В любом случае сумма такая не бегает. И по эти счета мы предлагаем оплатить предпринимателям, естественно, в добровольном порядке, естественно, это от каждого, никто из никого, зануждатель, собирается. И что меня радует, те люди, которые не считают, как вам плачут, они просто, чтобы так бы не афишировать их добрые дела. Все острые переживания человека связаны с движением. И особенно вредно, когда ребенок получает выбросы адреналина, сидя за экраном компьютера. Приходите всей семьей в парк аттракционов. Подарите вашему ребенку массу здоровых, положительных эмоций и впечатлений в кругу сверстников и семейных, возможно, на всю его жизнь. Город Красноармейск, Дом культуры имени Ленина. Готов разогнаться до скоростей интернета от Дива. Лететь без остановки. Всегда быть на связи. С круглосуточной технической поддержкой. Сверхскоростной интернет и цифровое телевидение. Кем бы ты ни был, ты достоин лучшего. Дива. Быстрее всех. Подключение по звонку. Ищите товары и услуги? Зайдите на сайт plan1.ru Полный интернет-каталог предприятий Москвы и Подмосковья в вашем компьютере и телефоне. plan1.ru Все адреса, все телефоны, все сайты. Зайдите на сайт plan1.ru Иногда спонтанно возникшее название превращается в серьезный большой проект. Это случилось и с хоровым ансамблем «Радость» Пушкинской детской музыкальной школы. Сегодня его знают и в России, и за рубежом. Ансамбль участвовал во многих конкурсах разного уровня и сегодня стал еще одним претендентом на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». Как мы знаем, наш великий и могучий русский язык обладает тем, что каждое слово – это, в общем-то, аббревиатура. Поэтому «Радость» – это «Ра», это «Солнце», «Дост» – это «Достатки». Поэтому «Достатки солнца», «Достатки света» и «Достатки вот этой радости», которой нам иногда подчас не хватает. Именно это чувство передавали на своих концертах участники хорового ансамбля «Радость» под руководством преподавателя детской музыкальной школы Людмилы Александровны Тихомировой. За 12 лет существования несколько раз сменился состав ансамбля, но он продолжает быть востребованием в районе, области и не только. Для каждой встречи со зрителем ансамбль готовит отдельную программу. Бывает, что некоторые песни им заказывают. Нас приглашают, и поэтому мы должны иметь соответствующую программу. У нас несколько программ. Мы очень любим петь песни военных лет. Мы очень любим петь песни о войне современных композиторов, песни современных композиторов, детские песни, песни из мультфильмов, кинофильмов. Очень любим петь народные песни. У нас есть и народные костюмы. Но мы поем в классической манере. А началось все с выступления в Храме Христа Спасителя, когда их пригласили выступить там небольшим коллективом с духовными песнопениями. Разучили песни Бортнянского и Березовского. Так начал формироваться репортуар ансамбля. За это время ансамбль узнали не только в Пушкинском районе и области, но и за пределами страны. В Испании, Польше, Украине, Словакии. В 2016 году в рамках празднования Года России в Греции ансамбль приглашен в Грецию. Теперь коллективу нужно подготовить выступления на греческом языке. Впрочем, для ребят это не представляется особо трудным. Мы поем духовную музыку. Произведения композитора Бортнянского, Березовского. Мы поем русские народные песни, украинские песни, словацкие песни. Пели греческие. Пели тут даже недавно песню «Вишенка» на японском языке. То есть народную японскую песню. Это интересно. Пели на итальянском языке. География выступления ансамбля тоже достаточно широка. Это помимо района и области выступления в Кременском дворце, съездов, Московском малом театре, концертном зале Чайковского, в посольствах Италии, Украины, а также организации культуры стран Польши и Испании. Мы начали нашу творческую карьеру за рубежом, если так можно выразиться. Это в Словакии. Замечательно мы начали. В Словакии проводился фестиваль, посвященный Святым Кириллу и Мефодию. Нас пригласили. Мы подготовили программу конкретно для Словакии. То есть это были произведения духовные, это были произведения русские народные песни, словацкие песни. И там мы тоже поучили, в общем, пели на словацком языке. Ансамбль принимает участие во множестве конкурсов, как в России, так и за рубежом, становясь нередко лауреатами. Об этом говорит большое количество грамот и дипломов, полученных ансамблем на конкурсах различного уровня. Нередко ансамбль встречается с людьми, известными как в России, так и в мире. Причем не просто встречается, а вместе исполняют некоторые песни. Людмила Александровна, вы не хотите спеть с Альбаном? Я говорю, хотим. А вот надо на итальянском языке, значит, спеть песню. Причем там интересно, вот на стихи Берлускони, я говорю, хотим. И вот у нас так вот, понимаете, приходил человек и с нами занимался. И мы пели действительно в итальянском посольстве, мы действительно пели с Альбаном. Ну вот подпевали, скажем, кашпелон, мы открывшие рот слушали великолепного певца. 12 лет коллектив радует своим талантом всех пришедших на концерт. Пришло время заявить о себе и на конкурсе в нашей Подмосковье, считает Людмила Александровна. Ансамбль примет участие в номинации «Связь времен», так как его репетали тесно переплелись народное, духовное, современное и классическое искусство. Надоели пробки? Очень душно в электричках, но нет своего вертолета? Как насчет того, чтобы добираться на работу по воде? Яхт-клуб «Навигатор» предлагает не просто отдохнуть летом, но и научиться управлять настоящим судном. На дворе лето, а Таня и Настя так и не побывали еще на море. А ведь солнце, пляж, пираты – все это так заманчиво, особенно в теплый сезон года. Что же делать, если кататься на велосипеде уже надоело, а карибские пираты еще не подплыли, чтобы захватить всех красавиц в городе и отвезти их к сокровищам? Есть выход. Нужно самим позаимствовать Брик и отправиться к пиратам навстречу. К тому же сделать это совсем просто, поэтому девушки скоро появились из города Пирогова в яхт-клубе «Навигатор». Теперь осталось самое простое – угнать Брик. Ну вот незадача, как им управлять? Выходит, для того, чтобы встретиться с пиратами, нужно набрать свою команду. Для начала нужен кто-то опытный, кто умеет управлять кораблем. И на удачу девушек им встретился инструктор Владимир Кригорьев. Наш клуб занимается подготовкой рулевых, парусных и яхтенных капитанов. Рулевых мы готовим здесь, на акватории Пироговского водохранилища. Курс включает 10 занятий, после которых необходимо сдать экзамен. После успешной сдачи получаешь свидетельство рулевого. Это первый шаг, который позволяет уверенно управлять лодкой, в общем-то и не более. Дальнейшее обучение проходит уже на море. Там квалифицированные инструкторы преподают дальнейшую практику, навигацию, лодцию, метеорологию. И по окончании курса опять же экзамен и диплом капитана. И вперед к новым открытиям. И вот девушки уже далеко от берега, но пиратов почему-то не видно. Ведь и правда, отправляясь навстречу приключениям, никогда не знаешь, где их встретишь. Поэтому лучше для начала брать у пиратов телефон, а в дорогу что-нибудь перекусить. Иначе вам, как сегодня Тане и Насте, придется вернуться обратно, так и не дождавшись возлюбленных разбойников. Алексей Суходульский, специально для телеканала Твой. На сегодня выпуск закончен. Всего вам доброго. С вами в студии была Кристинина Кристина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова